Здравствуйте, Андрей Широков, клуб Эфиопроводоцелитель, задают вопрос. Здравствуйте, как можно познакомиться с вашей трехфазовой системой питания? Как и где? Надо, я вот хочу перее... не то чтобы перефразировать. Дело в том, что это... на самом деле про эти трифазы питания очень много роликов в плейлисте «Диетология и питание». Но почему я этот вопрос как бы хотел посвятить ему ролик? Я уже в свое время вот извинялся и говорил, что нужно перее... эти трифазы, это первая – щелочная, вторая – как бы питательная, третья – кислотная. Вот эту вторую переименовать вместо питательное в, скажем так, смягчающее очищение. Даже частично я бы назвал блокирующую, отвлекающую фазу, потому что там питание не является самоцелью. И вообще, когда мы говорим трехфазовая система питания, спрашивает человек, который продолжает жить в парадигме того, что мы живем внешним источником именно, скорее всего, напитывания там белками, жирами, маслами, углеводами, витаминами. Я вот повторю сюда опять, что вижу, пока у всех, кого знаю, вижу зависимость именно, текущую зависимость от воды и минералов, которые могут быть именно растворены в воде, в йонной форме, ни в какой особой там форме, для того, чтобы продать вам траву, продать вам какие-нибудь там орехи, зерна, я не знаю, пророски, все что угодно, да. Посмотрите канал на ютубе «Живая пища», там вообще уже самого здоровья нету, там вот Гания Замалеева с кетодиетой, будь она не ладно, про нее было уже у нас много роликов, и вот как бы трава, проростки, злаки, пшеница, все что угодно там, вот все, орехи, мед, все что хотите. Ну, не дай бог, только не фрукты, потому что, ну, фрукты продают вообще другие люди, там, да, другой национальности. И как бы вот, я вообще давно поражаюсь, вот куда смотрит Средняя Азия, ей надо уже активно начинать, вместо того, чтобы обвешивать людей, заниматься пропагандой фруктов, потому что, смотрите, русские с фруктами не дружат. Вот, возвращаемся вот к этой трехфазовой системе питания. Парадигма, да, того, что вот мы напитываем себя еще чем-то, кроме воды и минералов, и то, возможно, потому что мы просто не находимся в балансе и в гармонии, в чистоте. Вот она как бы вами, в том числе, кто задает такой вопрос, верховодит. И вот это самое страшное, потому что сколько бы я вам систем не давал, вы будете их все равно переиначивать, да, перевертывать именно вот что, как я в свое время тоже, когда я был на Средине, я еще как бы вот верил. Все, я честно скажу, я даже это не измерял, особо даже у рамочки это не спрашивал, но я вообще была не до этого. Ну, меня колбасило, чистки шли, как бы там, ну, мне было не до того там уже. Я догадывался, что, в принципе, мне хватает белков, жиров внутренних, внутренних, да, как бы. Вот, я там смотрел, как работают фруктовые углеводы, финики, тогда я ел бананы, авокадо, и то, прежде всего, они мне нужны были, вот как вторая фаза отвлекающая, вот. И, ну, я тогда еще, в принципе, верил, что да, да, вот масляная фаза бананов, она вот усваивается у меня, да, и как бы, ну, какие-то белки легкие, наверное, тоже из авокадо, ну, хорошо идут, хотя много авокадо не съесть, слишком много этих белков, и что-то тяжело от них, да. И какое-то время верил, потом, когда я ушел от этой, по сути, питательной фазы, у меня осталось только, вот, ну, минералы, вода и, как бы, фруктовые соки, и я стал догадываться, что, ну, да, во фруктовых соках есть, конечно, углеводы, ну, уже белки и масла, ну, как бы, в принципе, уже практически нет. И вообще организм не хочет вот то, где так много жира, ну, масел, либо белков. И потом постепенно, как бы, я вот стал открывать, что есть вот вообще, так называемый эфирный синтез, что клетка на самообеспечении. И, более того, вот, кстати, только недавно я, ну, укрепился в мысли, благодаря опыту и своим анализам не сразу, что, по сути, наш организм, ну, не только не готов, не собирается усваивать никакие белки, либо масла, либо жиры. Ну, я уж молчу про животного происхождения, да, там это жиры. Ну, даже из фруктов не собирается усваивать никакие мономеры белков и никакие мономеры масел. То есть, никаких жирные кислоты, аминокислоты не хочет усваивать. Сопротивляется этому и пытается их разложить полностью. И все, что он готов взять, это фруктовые углеводы, остальное ему, там, ну, фруктовые кислоты и еще что-то там, витаминоподобные, всякие вещества там, да, что-то попадает, да, но работает все равно, как, например, фруктовые кислоты, не в плюс, да, энергия идет от фруктовых углеводов. И вот сейчас, да, просто, видите, я тоже развиваюсь, и тогда я назвал это «система питания», да, ну, вот здесь попытайтесь на время хотя бы, вот, сменить вот эту парадигму, рассмотреть с точки зрения три фазы, скажем так, наслаждения, ну, пусть будет, лечебного наслаждения. Потому что все, что мы с вами сейчас эти три фазы разбираем, это вот для нас, для инвалидов, на переходный период, когда мы в той или иной мере хотим себя разблокировать на очищение внутренней среды, чтобы выйти из хронического токсического состояния. И эти три фазы, они нам помогают, помогают и наслаждаться, продолжать это наслаждение. Ну, кстати, наслаждение будет намного больше, когда продукт будет натуральным, вкусным, без смешивания с чем-то. Это наслаждение, спелый натуральный плод, который вы только что сорвали, конечно, желательно, эко-плод, да, его мякоть, это всегда наслаждение, а все остальное уже будет не наслаждением. Если не обманывать себя, не смешивать друг с другом продукты, не добавлять всякие специи, привкусанты, соль, не термически что-то пытаться с этим сделать, или там как-то квасить, да, ферментацию какую-то проводить, а если просто взять вот у природы, там, в готовом виде. Так вот, это наслаждение, это баловство, а эти три фазы, они просто вот на период, это именно на период перехода, потому что, ну, зачем там тому же Дмитрию Лапшинову какие-то три фазы? Или, да и, например, Найна Михайловна советовала, это неинтересно, или Элине Матвеевой, пусть будет там каким-нибудь там Ольге Подаровской, которая, я думаю, все-таки фруктами там какими-то балуется, и сама говорится, эти все праноеды все равно что-то хромкают, да. Вот, ну, праноедам так называемым, им, наверное, уже три фазы не очень интересны, хотя многим, кто называет себя праноедом, неплохо было бы заняться очищением, и вот там эти три фазы, это три фазы, которые также вот очень важны на период вот так называемых чисток, на период перехода еще называю, и когда вы будете изучать вот эти три фазы, обратите внимание, да, это не есть вот приговор, что теперь нужно жить по этим трем фазам, это удобное представление, как можно работать именно с натуральным, с теми же там плодами, да, с водой и минералами, как можно это сочетать, в каком порядке, и что вы этим делаете, да, напоминаю, первая фаза щелочная, всегда начинаем с щелочной фазы, это минеральная вода, это просто вода, в принципе, это может быть и сок огурца, например, да, сок чьё-то есть такой, мексиканский огурец, то есть, ну, это какая, это фаза, пополняющая прежде всего запас растворителя воды и живой только воды, не кипяченой, не прошедшей именно только что испарения, то есть дистиллят, да, там, это вода недоминерализованная, это вода, не прошедшая именно вот генератор водорода, а это просто столовая вода, да, с минерализацией, там пусть будет 400 миллиграмм на литр, к примеру, либо это минералка, ну, желательно, чтобы это было 3-4 грамма на литр, не больше, то есть, это типа боржоми называется, всё спрашивают, какую минеральную воду, ну, нарзан натуральной газации возьмите, ну, рычал су, ну, посмотрите, что у вас, в вашей стране, средней минерализации, ещё раз, 3-4 грамма на литр, не 10-11, как я с ним, таки, это перебор, это щелочная фаза, она стимулирует анаболизм, она поднимает щелочное плечо метаболизма, укрепляет вот эту буферную мощь, именно её щелочное плечо, она, как бы, всегда идёт первой, как всегда, вот, минеральную воду пьют перед едой, там, за 15 минут, да, не случайно, она очищает желчный пузырь, способствует тому, чтобы, вот, отходила желчь, стимулирует, сосём соль под языком, стимулируем выделение соков, это щелочная фаза, фаза, это не, ну, назовите это напитывание на нашего внутреннего батарейки электролитом, вот так, с растворителем, пусть будет так, хорошо, сейчас же вот по Валерию Крымскому мы дышим электричеством, и мы являемся электролитом, батарейкой, ну, да, это так и есть, в принципе, это всё было известно и раньше, и вторая фаза, отвлекающая, она, в принципе, и напитывающая фрукт, например, фруктовыми углеводами, это небольшая порция, там, полбанана, треть авокадо, либо, либо, там, два финика, отвлекающая фаза, она и напитывающая, и тем, что она отвлекает своим, вот, именно, это мякоть непровоцирующего плода, она смягчает криз очищения, она даёт энергию, если это маленькая доза, ни с чем не смешанная желательно, это не то, что вы взяли авокадо, бананы, финики, всё это намешали, туда ещё, там, травы, я не знаю, ещё чего-нибудь, как это показывали некоторые, показывают до сих пор, там, перемешивают, там, какие-то тонны, каких-то коктейлей, и эта фаза, она успокаивающая, после неё-то и захочется чего-то кисленького, и вот после неё, это может быть немножко сока мандарина, зачем глотать всё то, что в самом мандарине, кроме сока, я не понимаю, это сок граната, может быть, немножко винограда, да, вы можете, в принципе, после щелочной фазы, сначала взять какого-то вот лёгкого сока, такого фруктового, провоцирующего, после него успокоить чистку именно вот этой вот отвлекающей, ну, как-то питающей фазой, то есть, вот, 2 и 3 их можно поменять местами, в принципе, потом, да, вот у меня нет никаких таких фаз, у меня есть просто вот сок винограда, там, ну, захотел тут же немножко, там, сока тыквы, да, сок яблока, да, и, как бы, потому что, ну, в принципе, во фруктовом соке есть и минералы, должны быть обязаны, конечно, там сейчас с этим плохо, но всё-таки что-то есть, там есть растворитель, вода, да, она структурирована лучше, чем просто вода для нас, но всё равно она не является полностью структурированной под нашу, прямо внутриклеточную воду, тут тоже не надо фантазировать, и в фруктовом соке есть и кислотная фаза, да, провоцирующая, стимулирующая очищение, там, в принципе, есть и вещества, которые влияют на витаминизацию, на синтез наши микробиоты и нашими клетками различных витаминах, витаминоподобных веществ, влияют, но не заменяют, и без них тоже можно, и я жил десятилетиями без вообще живой пищи, да, можно жить, можно, до поры до времени, к тому как вот отпущены силы, таким образом, это вот разбиваем мы, да, то есть разбиваем три эти фазы, для того, чтобы понимать, причислять, скажем, к каждой фазе какой-то продукт, ну, образно говоря, огурец мы можем и минералку отнести больше к первой фазе, да, к банан, финик, авокадо, ко второй фазе отвлекающей, а третья фаза провоцирующая, это сок провоцирующих фруктов, вы спросите, ну, а где здесь травы, овощи, зародыши, ну, вот в моей системе их нет, и в моей жизни их нет, и, ну, мы говорим, естественно, про все только живое, растительное, оно живое, да, оно растительное, но оно для кого-то другого, трава для коровок, например, морковка для, вот, кроликов, орешки для белочек, и в моей системе есть именно только фруктовая мякоть и фруктовый сок, то есть это часть, плодовая часть растения, но не зародыш, то, что, скажем так, снаружи зародыша, да, потому что, вот, например, есть там кокос, да, ну, кокосовое молочко – это уже раствор зародыша, это эндосперм вообще-то, да, это вот костяшка, это, да, это плод, но это не фрукт, то есть это уже не фруктовая мякоть, а вот тыква, например, тыква – это ягода, да, там есть семечки, и, ну, это не очень хорошая, скажем, там, ягода, она очень крахмалистая, и с ней надо быть осторожнее, а семечки – это уже лечебное средство, это, ну, никак не питательная фаза, это вот по моей системе, как вы ее сами назвали, система широкого, это никуда не воткнуть, это что, это, это, это вот ни в какой фазе реально не относится, вы скажете, ну, там же есть цинк, ну, или там, да, семечки, там, тыквы, например, там же вот есть белки, масла, углеводы, есть, ну, нашим ферментам не добраться и не справиться с этим, там есть какие-то вот вещества желчегонные, но это уже лекарства, это не… в моей фазе, трехфазовой системе мы получаем наслаждение от того, что… от видового субстрата, и оно же нас очищает, ну, вода минеральная, конечно, не является прямо уж там видовой пищей, но все-таки хорошая, хорошая минеральная вода может быть на периоде очищения вкусно, но организм это чувствует, что ему это сейчас идет. Я выпивал по целой бутылке минеральной воды, вот только утром, когда просыпался, и мне это было вкусно, мне это нужно было, у меня вымывались минералы очень сильно на чистке, да, и как бы я это чувствовал, и нужно было вот пополнить. Сейчас я не смогу влить в себя это, и как бы тело, ну, вот как бы на такое не пойдет. Все меняется, и вот эти три фазы, они как бы по мере очищения дальше уже перестанут быть важными, и по сути один продукт будет сразу вмещать в себя все эти три фазы, но вот в период активного перехода, разблокировки, чисток, очищения и такого активного восстановления, если вы видите или подозреваете, что есть там нехватки минералов, что нужно много промываться, вот придерживайтесь этой трехфазной системе, да, причем она может быть в принципе сразу, вы попили минералки, через пять минут уже у вас там кусочек банана пошел, а потом и чуть-чуть сока лимонного, прямо в этот банан, кстати, и сделайте такую массу, лучше будет усваиваться, проверено, то есть, ну, прямо сразу-то не надо в одной плошке, тут же минералку вряд ли, да, вы захотите, но перед едой или пососали соль, чуть выпили воды, через 10 минут уже у вас банан с лимоном, желательно полбанана, да, то есть, ну, вы просто понимаете, что у вас, как, как боль, для чего оно, как оно работает, ну, оно вам все должно быть в наслаждении, три фазы наслаждения, тогда давайте назовем, которые помогают нашей разблокировке и нашему очищению, пережить его, пожалуйста, вот, имейте это в виду, это не три фазы именно, вот, обязательного питания какого-то, да, в принципе, некоторые меня спрашивают, а можно я там вот пару дней и просто буду на воде голодать, ну, это не голод уже, все, хорошо, только, я отвечаю пациентам, хорошо, только не называем это голодом, да, пожалуйста, без проблем, если вам нормально, если криз очищения вас не выбивает, если у вас нет вот этого дискомфорта, туда что-то надо запихнуть, побольше воды, минералки, да, промываемся, желчь отходит, если вам это нормально, пожалуйста, организм будет очень рад и доволен, и займется многими процессами, которые, возможно, опять пойдут в разрез с вашим, там, каким-нибудь спортом, вот, потому что та же трехфазовая система, она отвлекает организм, она напрягает его, и, в принципе, даже вода, минеральная вода с минералами, она, ну, все-таки провоцирует отмывку, очистку, и не зря, вот, как бы, есть вот эта книга, да, вы знаете индейского ученого, «Ваше тело просит воды», и там повышенными дозами воды с минералами запускали серьезнейшую очистку, да, только первой вот этой фазы, а у нас три фазы, мы ими играем, ну, вот, изучайте, смотрите, я недолго был именно на этих фазах, я уже, когда понял, что вот так надо было работать, уже было поздно, уже, ну, в принципе, уже я прорвался там на соки, мне уже не нужна была отвлекающая фаза, уже не шла мне, и минералка уже тоже, все, не по душе пошла, но задним умом я достроил, что вот как надо было с самого начала, да, желательно с самого рождения, вот, но с самого рождения можно было просто наслаждаться без всяких фаз, просто чуть-чуть там пробовать вкусы, и, ну, жизнь была бы другая, но я бы не был бы, наверное, натуропатом, и столько бы не мог наговаривать роликов, было бы просто не о чем говорить, вот дети Калмыкова, к примеру, скорее всего, они не смогут быть нормальными натуропатами, вот сейчас так, да, они не просто, они поймут вас, что с вами, что у вас за проблемы, вы перешли на фрукты, и теперь не можете заниматься спортом, они с них не сходили, и будут заниматься спортом столько, сколько захотят, ну, а мы-то с вами, да, мы в другом, мы не дети фруктоеды, с самого рождения, да, мы-то развивались по-другому, у нас блокируют, заблокирована была жизнь до определенного момента, и у многих разблокировка идет не таким уж быстрым темпом, поэтому вот начинаем выдумывать какие-то фазы. Спасибо вам за ваши вопросы, как бы, ну, ничего страшного, что вы задаете, как правило, те вопросы, на которые уже дано десятка ответов, в десятки уже роликов, ну, надеюсь, что в будущем будет удобнее как-то искать информацию, мы работаем над этим, вот у меня есть уже помощники, которые ведут канал, и я не перестаю приглашать, как бы, кто хочет поучаствовать. Михаилу советовал в свое время, помогали деньгами, присылали 100 тысяч просто так, я не прошу денег, и как бы, вот, ну, что значит, не прошу специально кого-то там что-то делать бесплатно, да, возможно, вы найдете какой-то интерес, там, что-то себя будете рекламировать, вот, приглашаю участвовать в модерации, в обобщении материала, в организации веб-каких-то семинаров, да, то есть, здесь кто в этой теме, давайте работать, я при этом вот все сделаю бесплатно и хорошо. Главное, чтобы вам это было, да, ну, при этом, как бы, просто так тоже выбрасывать деньги не буду, хотя бы просто потому, что вам это должно быть интересно, вам, вы в этом должны проявляться. Просто, когда, вы знаете, берешь кого-то на какую-то плату, и вот, давай, продвигай там здоровый образ жизни, или вот общайся с людьми, с болезнями, вы же понимаете, человек не будет это делать искренне, не будет делать это качественно, и там не будет творческого вот этого полета. Хотелось бы, чтобы вот наши проекты с вами, да, были именно творческими, интересными, развивающими. Андрей Широков, Клуб Эффлек, Проводоцелитель. До скорых встреч.